65-й год В школе рабочей молодежи номер 3 поэтический вечер испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, расстрелянного фашистскими палачами. Их кони черным черны, и черен их шаг печатный, Несут они за плечами песчаные смерчи страха, Скачут, тая в глубинах, тусклые зодиаки призрачных карабинов. Зрители сидели в полутьме, а читающие стихи передавали друг другу свечу. О, звонкий цыганский город, ты флагами весь украшен, Гаси зеленые окна, все ближе черные стражи. В самом конце вечера песнь о Гарсиа Лорке Николая Асеева прочел директор. Прочел огненно, словно воин, который не смог защитить поэта. И слова, обжигая, буквально врезались в души. Почему ж ты Испания в небо смотрела, Когда Гарсиа Лорку увели для расстрела? Андалузия знала, и Валенсия знала, Что ж вы руки скрестили и губы вы сжали, Когда песню родную на смерть провожали. Шел он гордо, срывая в пути апельсины И бросая с размаху в пруды и трясины. Будто с неба срывал, и кидал он планеты. Так всегда перед смертью поступают поэты. ШРМ номер три была одной из лучших школ района. Приехав из Якутии, по заданию Горано Илья создал ее с нуля И за десять лет превратил в культурно-образовательный центр. Сам ремонтировал, сам подбирал коллектив. Учителей он поддерживал и берег. Помогал, объяснял, Но на соответствие высокому званию педагог Экзаменовал всегда строго. В кабинете Мочерета сидит молодая учительница. Вы знаете, кто учится в вашем классе? Конечно, Абрамов, Борисова. Всех перечислить? Нет. Скажите, кого у вас больше? Брюнетов, блондинов? Не замечала. Хорошо. А где живут? В квартирах? В частных домах? Не спрашивала. Так, а какие у ребят увлечения, помимо учебы? В этих вопросах директора Не было даже тени желания уязвить, Обнаружить чужую слабость. Напротив, единственное желание Помочь учителю стать настоящим. Что стоят все законы, логарифмы, Эксперименты по физике, химии Без внимания и любви к человеку? Любая наука, которую преподает равнодушный, Суха и бесплодна. Мочерет рисовал на своих коллег шарже И развешивал в учительской фразы напоминания. Корень учения горек, если учитель скучен. Причина ухода с урока кроется в самом уроке. Тонущий учитель хватается за двойку. Авторитет директора был в школе бесспорен, Но никто его не боялся, Не жался по стенам, Когда он шел по коридору В привычной своей гимнастерке. И все были уверены, Если что, Бенцуоныч не выдаст И в обиду не даст никого. В 1967 году директор ШРМ номер 3 Был удостоен звания Отличник народного образования РСФСР. Это была победа. Но что Мочерету награда? Все, что можно для взрослых, Он сделал. А как же тайный отряд, Союз рыцарей для детей? Заявление Заведующему Горано Прошу перевести меня директором В среднюю школу. 69 год. Поселок Лоза. Средняя школа номер 25. В дверь первого класса постучали. Можно к вам на минуточку, Римма Михайловна? С троевым шагом Вошли шесть мушкетеров В полной форме. Пять мальчиков И одна девочка. Стой! Налево! У первоклассников Загорелись глаза. Правофланговый мушкетер С двумя нашивками За подвиги Сделал четкий шаг вперед. Ребята, Вас иногда обижают Старшие дурни. Мы беремся вас защищать. Запомните наши лица. Если что, Обращайтесь. Налево! Шагом марш! Мушкетеры покинули класс. Десятки глаз Взирали на них С надеждой И благодарностью. Теперь у них Есть защита. Нового директора Илью Бенционовича Дети боготворили. По-другому и быть не могло. Школьная линейка. Ребята, Прошу вас всегда Приходить на занятия Такими же чистыми, Как сегодня. Не забывайте умываться, Чистить зубы, Одежду и обувь. И лучше все это делать Тремя разными щетками. Умный, веселый, добрый, А когда нужно строгий, Но справедливый, Он покоряет детей Своим чарующим даром Быть каждому другом. Илья Бенционович Подходит к директору За советом Забавная Кроха. Как вы думаете, Дружить или не дружить Мне с соседом по парте? Что тут скажешь? Сложный вопрос, Мариночка. Я к соседу твоему присмотрюсь. Через неделю Кроха приняла решение Без подсказки. Дружить не буду, Коля ногти не чистит. В Лозе Мочерет Начал воплощать в жизнь Давно намеченную программу «Свободные люди В несвободной стране». Ни в одной из школ Загорского района Не было такой Детской демократии, Какая была здесь. Все институты самоуправления Наполнились реальным содержанием. Ребята получили право Участвовать в заседаниях Педсовета, Выражать и отстаивать Своё мнение. Разрешено, Подменяя технических служащих И лаборантов, Зарабатывать деньги на оркестр, Туристические походы, Поездки в театр. Дети стали действительными Хозяевами школы. Но подлинная гордость Мочерета Отряд. Обязуюсь быть бесстрашным, Тренировать себя в твёрдости, Выдержке, дисциплине, Чтобы стать настоящим человеком, Звучит в лозе Золотыми бубенчиками голосов Та самая клятва. За несколько лет Он воспитает из них Свободных и уверенных В себе будущих граждан. Вместе с директором Мушкетёры поехали на грузовике В город за оборудованием И литературой. Помогали таскать книги, Демонстрировали культуру, Ни разу не вытерев нос рукавом. Перевели через дорогу Двух старушек, Впрочем, в помощи Не нуждавшихся. А потом попросили Оставить их одних В городе на пару часов. Мочерет мысленно спросил себе, Знаешь, чем рискуешь, капитан? И тут же осёкся. Это великолепный случай Для взросления. Нельзя быть наседкой. Свободы безответственности За себя самого не бывает. Хорошо, Объявил Мушкетёром. Остаётесь тут. Вернётесь сразу ко мне. До десяти часов Нервничал, меряя шагами, Маленький директорский домик. Ну где они? Где? Вдруг дружный топот ног. Илья Бенционович! Молодцы! Поздравляю! Экзамен на самостоятельность пройден. Ура! В иных школах Директоров окружала пустота, Ненависть и угодничество. Мочерета окружала любовь. Любовь детей, Но не учителей. В горком партии, В Горано потоком пошли письма С требованием убрать Беспокойного новатора. Против реформ Почти сразу же выступили Учителя-консерваторы, Настроениями которых Воспользовались в личных целях Освободить для себя Начальственное место Некоторые заинтересованные лица. После комиссии Горано Мочерет закрылся в кабинете И начал перебирать бумаги. В дверь постучали. Мариночка Кроха подняла на директора Свои широко распахнутые глаза. Илья Бенционович, Коля сказал, что вы уходите. Он же врет все, Колька этот. Я ему пеналом по лбу дала. Илья Бенционович Никогда от нас не уйдет. А ты лучше ногти научись чистить. Правда же, Илья Бенционович, Вы от нас не уйдете? Мочерет устало опустился в кресло. Резкая, сверлящая боль Разламывала грудь. Достал лекарство И проглотил горстью, Не запивая. Боль была сильная. Но Рите Решил ничего не говорить. Пустое. Само пройдет. Меня расстреляют на рассвете, А я попрошу Не завязывать глаза И крикну. Да здравствует Гуманная педагогика. В Горано Приняли Соломонова решение Снять мочерет Из занимаемой должности, Направив Организатором Внеклассной работы В Симхоз До назначения Директором Одной из школ Когда представится случай. Конец 60-х Поселок Симхоз Дом Отца Александра Меня А все-таки В Священном Писании Есть многое, Заставляющее Разум Содрогаться. Каким образом За тысячи лет До нас С вами В премудростях Соломона Появились Такие слова Ибо земные Животные Переменялись В водяные А плавающие В водах Выходили На землю Ведь это Дарвинизм Речь Отца Александра Завораживала А книга Иова Он повесил Землю Ни на чем Чем Атеисты Могут объяснить Такие Откровения Вы Слишком Высокого Мнения Об атеистах Улыбнулся Мочерет Мучительно Решая Ребус Как правильно Обращаться К священнику Отцом Язык Не поворачивается А по имени Отчеству У духовных Вроде Не принято И все же Я глубоко Убежден Продолжал Отец Александр Всякий Ищущий Ищет Бога Вы надеюсь Понимаете В каком Смысле Слово Ищущий Понимаю Кивнул Мочерет Но С таким Же Успехом Можно Искать И дьявола Дьявола Никто Не ищет Дьявол Ищет Сам С печалью В голосе Отозвался Собеседник О необычном Священнике Из симхоза Илья Узнал Из шуточного Стихотворения Ходившего В сам Издате Еврей Священник Видели Такое Нет Не раввин А православный Поп Алабинский Викарий Под Москвой Еврей Мораль Читает Нам Воне Из душ Заблудших Выметая Сор Падение Преступности В районе Себе В заслугу Ставит Прокурор Алабинский Викарий Отец Александр Мень По ночам Мочарет Слушал Его проповеди По голосу Америки Все в этом Священнике Поражало Но более Всего Манера Говорить Свободная Отец Александр Рассказывал О церкви О Христе Так Как будто Не было Ни КГБ Ни КПСС Ни Серой Душной Атмосферы Эпохи Развитого Социализма Мочарет Чувствовал В нем Родственную Душу Сына Отца Александра Мишу Он не раз Видел В Семхозской Школе И вот Он На богословском Диспуте С видом На лавру Из чудесного Сада Хочу Спросить Вас Сформулировал Мысль Мочарет Церковь Учит Что Бог Всесилен И Всеведущ Но если Ему Все известно Заранее И ни Единый Волос Не упадет С головы Без его Воли Конечно Прервал вопрос Отец Александр Я уже Знаю Продолжение Почему Человек Созданный Богом Способен На зло Откуда Воины Болезни Гибель Невинных Церковь Отвечает Так Человек Наделен Творцом Свободой Воли Такого рода На все вопросы Отцу Александру Пришлось бы Отвечать Еще Часа Три Простите Надо Собираться На службу Домой Мочарет Возвращался В каком-то Странном Состоянии Будто Что-то Перевернулось Внутри В памяти Крепко Засели Слова Священника Сказанные О самой Калитке Для меня Все люди Дети Божьи Илья Бенционович И в неверующих Я никогда Не верил Атеист Это верующий Не осознавший Свою веру Бог Живет В душе Каждого Человека На болотной Улице Мочарет Остановился Возле Бывшего Храма Превращенного В хлебозавод И Простоял Минут Двадцать Выглянув Из кухни Рита Заметила Что муж Сидит За столом И режет Ножом По дереву Пригляделась Это храм? Да Ответил Илья Спас Клементьевский Когда-нибудь На Клементьевке Будет храм А ты Веришь В Бога? Осторожно Спросила Рита Илья Посмотрел В окно Подумал И растягивая Слова Ответил Так Как будто Ответил Себе Самому Верю ли? Может быть И верю Да Только Еще Не знаю Об этом Книги Отца Александра Были Изучены Мочеретом С карандашом Зима Семьдесят Второго Года Скоропусковская Средняя Школа Девочки Дружили С первого Класса Теперь Учительница Приказала Подругам Сесть За разные Парты Подруги Возражали Учительница Упорствовала В результате Взбунтовался Весь Класс Конфликт Перенесли В высшую Инстанцию Неужели Вы поддержите Их Против Меня? Испепеляя Директора Возмущалась Учительница Поддержу Но Вы Подрываете Авторитет Учителя Нет В данном Случае Вы сделали Это Сами По вопросам Дружбы Можно только Советовать Но не Повелевать Мочерет Тронул Ладонью Лежащую Перед ним Педагогическую Поэму Макаренко Клянусь Учительница Окончательно Вышла Из равновесия Мне не Нужны Ваши Клятвы И в чем Вы клянетесь Я Клянусь Не вам А себе Что Никогда Не нарушу Эту Заповедь Получив Назначение Директором В Скоропусковскую Школу Мочерет Принялся За реформирование Педагогической Системы С удвоенной Силой Пытаясь Компенсировать Упущенное Время Восстановлено Самоуправление Провозглашены Детские Свободы Создан Отряд Мушкетеров Железная Звезда Но Сопротивление Учительского Коллектива Либеральным Реформам Тоже пошло С удвоенной Силой Направляемой Уже Из-за Горского Горкома Где Намерение Уничтожить Диссидента Объединило Целую Группу Партийных Церберов Доносно Мочерета Был направлен В Горано И в КГБ Директор Систематически Тритирует Учителей Действуя По принципу Ученик Всегда Прав Завел На каждого Специальную Папку Досье Неугодным Угрожал Оружием В школе Действует Подпольная Банда Железная Звезда Директор Позволяет Себе Грубо Отзываться В адрес Авторитетных Организаций Скрывает Что Был Исключен Из партии Антисоветчик На этот раз Проверяющая Комиссия Приехала С единственной Целью Убрать Ходили слухи О готовящемся Аресте На бюро Горкома Мочерет Стоял Словно Затянутый В невидимый Мундир Говорил Громко Не хватало Воздуха Я никогда Не делал Ничего Что может Навредить Нашей школе Нашей Новой школе На меня Вылита Столько Грязи Что я Ее Физически Ощущаю Да Я потерпел Неудачу Но Неудача Разделяет Со мной Весь цвет Человечества Не такая Плохая Компания Моей мечте Наступили На горло Мечте Не просто Обучать А воспитывать Граждан Вы можете Уволить Меня И да Это худшее Что вы можете Со мной Сделать Отстранить От дела Но вы Не сможете Меня Опровергнуть Пройдет Время И все Что я Делал Будет Востребовано Будущими Поколениями Педагогов И я Не верю В это Я Это Знаю Из здания Горкома Мочерет Вышел Стремительно Вся Фигура Его Пылала За Гремучую Доблесть Грядущих Веков За Высокое Племя Людей Я Лишился И Чаши На Пире Отцов И Веселья И Чести Своей Мне На Плечи Кидается Век Волкодав Но Не Волк Я По Крове Своей Запихай Меня Лучше Как Шапку В Рукав Жаркой Шубы Сибирских Степей Чтоб Не Видеть Ни Труса Ни Хлипкой Гресцы Ни Кровавых Костей В Колесе Чтоб Сияли Всю Ночь Голубые Песцы Мне В своей Первобытной Красе Введи Меня В ночь Где Течет Енисей И Сосна До Звезды Достает Потому Что Не Волк Я По Крови Своей И Меня Только Равный Убьет Решением Горано Илья Мочарет Будет Отстранен От Занимаемой Должности С Волчьим Билетом Все Его Просьбы О Трудоустройстве Будут Отвергнуты Спустя Три Десятилетия После Рокового Для Мочарета Заседания Бюро Горкома Его Методы Будут Заново Разработаны И Реализованы Педагогом Новатором Анатолием Ермолиным Создателем Движения Новая Цивилизация Лауреатом Премии Президента России В Области Образования Зима 82 Года Все Кто Встречали Илью Мочарета Одиноко Бредущего В сторону Белых Семхозских Полей Замечали Что в нем Поселилась Какая-то Нездешность Должно Быть Так Выглядел Сократ В свои Последние Дни Или Сенека А может Быть Кто-нибудь Из Библейских Пророков Ожидающих Божьего Глаза В Мочарете Появилась Философская Отстраненность Спокойная Мудрость И Тайное Знание Это Замечали Даже Ученики Риты Прибегавшие К ней Уже Не Работавшие В школе На Неизменные Разговоры И Сладости Илья Бенционович Смотрит На тебя Так Как будто Все про тебя Знает Но Относится К тебе Бережно И не Все Говорит Света Прогуливала Уроки И наткнулась В книжном Магазине На Маргариту Борисовну С мужем Придумала Придумала Что-то Не Раскрывать Истинные Причины И На Всю Жизнь Запомнила Как Ей Стало Стыдно Но Почему-то Именно Перед Ильей Бенционовичем Который Сразу Все Понял Но Ничего Не Сказал Последние Годы Мочерет Много Работал Писал Стихи Статьи Повести Одна Из них О детском Крестовом Походе Казалась Ему Особенно Значимой Взрослые Обманули Детей И отправили Их На верную Гибель Эта История Повторяется Берегите Берегите Детей Берегите Их Головы Души В детях Спасения Советской Власти Мочерет Давал Еще лет Двадцать А может И меньше Но Желанный Многими Свободы Не Идеализировал Свобода Если Она Сваливается С неба Становится Тяжким Испытанием Для Народа И Быстро Исчезая Под аккомпанемент Речей Демагогов Сменяется Старой Диктатурой Под Новыми Лозунгами Свободу Надо Заслужить Сколько Недовольства Войной В Афганистане А где Митинги Протеста Все молчат Стало быть Все Благоденствуют Свобода Берется Тяжелым Личным Трудом Раба Надо Выдавливать В себе Капля За каплей Каждый День Каждый Час Как Самую Страшную Порчу В один Из Дней Уходящего Года У Мочерета Случился Приступ Рита Побежала В аптеку За лекарствами А Илья Открыл Балкон Лег И сжав Зубы Стал кататься По снегу Чтобы хоть Немного Заглушить Жуткие Боли Но Когда Рита Вернулась Он уже Сидел На диване Задумчивый И какой-то Умиротворенный На письменном Столе Лежало Завещание Завещание Урита Перехватила Горло Илья А как же Я Что я Без тебя Буду делать Будешь Жить Как Жить Как Ходи В театры Смотри Кино Читай Люби Как прежде Учеников У них Будут Дети Внуки Все Твои В этом Мире Так мало Любви Рита А я Писем Напишу Питок Лягу И умру Знай Сверчок Свой Шесток Хватит Жить В миру Но ты Не переживай Рита Как сказано Как сказано В Библии После Изгнания Из рая Бог Дал Адаму И Еве Кожаные Ризы Значит Изначально Человек Сотворен Святовидным Кожаным Ризам Отмерен Свой Срок А человеку Нет Человек Бессмертен Я Всегда Буду И ты Всегда Будешь И Алик И Маша И Юра И Вера И все 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 Вы только Вспоминайте Меня Но без Грусти Этого Не надо Я же Парень Веселый Рассказывайте Анекдоты Слушайте Акуджаву А еду Что останется После угощения Отдавайте Собакам И кошкам Братьям Нашим Меньшим Я умру Не насовсем И не навсегда Надо Мною Будет Сень А Над ней Звезда Над Звездою Будет Бог А Над Богом Свет А Над Светом Голубок Посреди Планет А Над Голубем Цветок А В Цветке Пчела Что Опустит Хоботок На 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 Светлана Продолжение следует...